Всем привет! В эфире программа «Вопросы и ответы» и ее ведущий Вадим Гриних. Сегодня нам предстоит ответить на вопрос человека весьма необычной профессии, который проживает в весьма интересном месте. Одно из самых популярных развлечений в Китае – бои сверчков. Многие дети даже содержат их в качестве домашних питомцев. Говорят, что этим увлекались императоры на протяжении многих тысячелетий. Откуда взялось это развлечение и каковы его исторические корни? Для ответа на наш сегодняшний вопрос мы приехали на один из блошинных рынков Пекина. И я сгораю от желания узнать, найдем ли мы здесь боевых сверчков. Я отправляюсь на поиски, а вы следуйте за мной. О, вы слышите этот звук? Этот звук говорит о том, что мы уже почти у цели. Пойдемте. А вот и оно. Здравствуйте. Скажите, у вас есть сверчки? Какие вам нужны? У нас боевые, пылевые, желтые, золотистые. У нас их много. Те, что дерутся. Понятно. А для чего эти штуки? Это утварь для сверчков. Ну что оказывается, это вам не просто купить насекомое в коробочке. Тут целая наука. Это домик. Он сделан из глины со дна реки Дэндиан, со специальным дном. Это гнездо. Здесь он спит. Оно тоже сделано из дэндианской глины. Из этой миски сверчок пьет. А из этой ест. Корм нельзя брать руками. Нужно использовать ложку. Для того, чтобы нанести уборку в домике, нужна вот эта лопатка. Это переносной домик. Если идете в гости или на соревнования, он очень удобен. Это трубка для соломки. Используют их вот так. А я думал, что их используют для того, чтобы помолиться за души умерших сверчков. Нет-нет. В кориде, чтобы разодорить буков, используется красная тряпка. А сверчков дразнят вот этой соломинкой. Вот это вот очень интересная штука. Правда, дырка у нее посередине. Наверное, это какой-то молоток, чтобы добивать поверженного сверчка. А вот эту вещь наверняка оценят дамы. Любительницы пособлазнять мужчин. Это специальная сетка. С ее помощью можно достать сверчка из домика. Вот так его выталкиваем и помещаем в другую емкость. О, интересная штука. Это весы для взвешивания сверчков перед боем. Их кладут сюда, накрывают, чтобы они не сбежали, и узнают таким образом их вес. В старину использовали вот такие весы. Сейчас используют электронные. Ну что ж, настал очень ответственный момент. Мне предстоит выбрать сверчка, который станет чемпионом и побьет всех сверчков в округе. Давай, выбирай. Уверена, ты выберешь лучшего бойца. Бери покрупнее, посильнее, с крепкими конечностями. Также нужно обратить внимание на его усы. Они должны быть ярко выраженные. Ноги сильные, шея толстая, а зубы длинные. А я все время хотел узнать, чем же они дерутся. Ну, зубами, конечно же. Смотри, подразни его, и он сразу их покажет. Ну что ж, у нас дилемма. У нас два бойца на выбор. Оба очень взрывные, активные, идущие в бой, отлично работающие челюстями. Прямо не знаешь, что выбрать. Как он звонко стрекочет. Вы слышали этот стрекот такой боевой? Я думаю, что это как раз наш парень. Отлично, мы купили себе сверчка. Сейчас найдем ему соперника, и обязательно победим, я больше, чем уверен. Наш парень не проиграет. Сеси, друзья, вы только посмотрите на этого красавца. Какой агрессивный, напористый, яростный. Я думаю, он нас точно не подведет. Спокойно победит всех. Вот увидите. Мой боец не хочет покидать пределы. Сейчас посмотрим, сколько весит сверчок господина Вана. 7,5. Честно говоря, без шансов. Мой просто тяжелеет. Просто один удар. Снизу, сбоку, левый прямой, правый прямой. Готово. Похоже, он в отличной форме. Мой уже тоже готов. Можем начинать в любое время. Оба ринулись в бой. Ого, один из бойцов покинул ринг. Но он еще не проиграл. Пусть немного отдохнет, потом продолжим. Первый раунд закончен. После перерыва нас ждет второй. Стороны меняются местами. Мой не хочет открывать щупики. Нужно посильнее дразнить его солом. А ведь он только что потерпел неудачу. Смотри, зубы показались. Начнем. Твой сверчок проиграл. Подождите, может он еще отыграется? Нет, похоже, он убегает. Ну что ж, к большому сожалению, мой боец проиграл. Большая масса и молодость проиграли опыту и крепким зубам. Очень жаль. Скажите, а почему ваш оказался сильнее? Выбирая сверчка, нужно брать однодонного темного цвета с большой головой. Ты выбрал крупного сверчка с большой головой, но у него не было острых ребер. А они должны быть наряду с мышцами. А как тогда повысить его боевые способности? Питанием. За несколько дней до боя можно дать ему мясное блюдо или положить к нему самку. Это повысит его бойцовские качества. Если в бою какая-то стратегия? Во время соревнований, если вам не важен результат, то ставьте своих лучших сверчков в самом начале. Если хотите стать чемпионом, то их лучше приберечь на самый конец. А вы ощущаете связь со своими сверчками? Конечно, я ищу позиции, которые им нравятся. Доразню их палочкой, от чего они стрекочут. Но людям, которые, так сказать, не в теме, этого не понять. Что вас больше всего привлекает в этой сфере? Я занимаюсь этим с самого детства. Мне это очень нравится. Эти детские воспоминания для меня самые важные. Какие изменения сверчки принесли в вашу жизнь? Я стал более аккуратным, потому что приходится заботиться о маленьком живом существе, жизнь которого очень хрупка. Спасибо вам, господин Ван, за ваши ответы. Несмотря на проигрыш, я понял, где я был неправ. Через год надо будет еще раз сразиться. Проводя аналогии с профессиональным спортом, прежде чем сверчок выйдет на ринг и покажет все свои бойцовские качества, необходимо его сначала вырастить. И именно здесь, на одной из инкубаторских баз, происходит процесс выращивания и отбора сверчков. Нас сейчас с вами ждет господин Ван, который нам все подробно расскажет об этом процессе. Смотрите, в этой тарелке множество яиц. На поверхности уже бегают вылупившиеся сверчки. Увидели? Да, какие же они маленькие. Только что вылупившиеся. А откуда взялись эти яйца? Благодаря спариванию отборного самца с отборной самкой. Маленькие сверчки вскармливаются в этом ящике в течение 70-80 дней. И затем уже получаются взрослые особи. Едят они в основном зерновые, растительный белок, животный белок и другие микроэлементы. Похоже на спортивную диету. Также мы даем им свежие овощи. Как видно из рассказа господина Вана, сверчков тренируют как настоящих спортсменов. У них специальное питание, специальные условия проживания. И еще мы не говорили о тренировках. Сверчки как люди. Идемте. В ящике все сверчки не ставшие пока и мага. Это для подачи воды. Целая наука о выращивании сверчков. Смотрите, здесь еще термометр. Если будет слишком жарко, то сверчки будут нездоровые и будут плохо драться. Тут нужен комплексный подход. Во-первых, все зависит от породы. Во-вторых, от питания и внешних факторов. Все эти факторы определяют боевые способности сверчка. В природе есть самцы с ярко выраженными лидерскими качествами. Вот они лучшие бойцы. Очень сильные. Самки выбирают именно их для спаривания. В этот период времени воинственность сверчков на максимальном уровне. Ну что, как видите, все как в старые добрые времена. Все драки и задам. А какие интересные изменения происходят со сверчками во время созревания? У них происходит линька 7-8 раз. В этот период сверчок еще считается личинкой. После последней линьки он становится взрослой особью. Этот период называется имага. Его конечности изменяются и появляется лишняя пара крыльев. В вопросах проведения поединков, отбора сверчков, их питания, тренировок и так далее, мы более-менее с вами разобрались. Но вот с историей возникновения боев вообще ничего не понятно. Упоминание о повадках сверчков встречается еще в книге песен, история которой насчитывает 3200 лет. Использование сверчков как средство развлечения началось примерно полторы тысячи лет назад. Утварь, которую стали использовать для сверчков, появилась примерно 1200 лет назад. Трактату о сверчке уже около 800 лет. Разведение поющих сверчков для забавы началось приблизительно 400 лет назад. Игры со сверчками в том виде, которые мы знаем сегодня, появились в период правления династии Танн и были поначалу прерогативой членов императорской семьи. Император династии Мин Сюэн Цзун, правивший под девизом Сюэн Дэ, с детства любил сверчков. И поэтому он приказал сделать для них специальную посуду, благодаря чему фарфоровое искусство в Китае достигло своего наивысшего расцвета. В конце правления династии Цин этой забавой увлеклись купцы. Широкое распространение у простого народа началось уже после образования КНР. В китайской истории никогда так много людей не увлекалось сверчками. Поэтому можно сказать, что сейчас культура поющих сверчков и стрекочущих насекомых в общем достигла своего наивысшего расцвета. Домохозяйства, которые живут за счет разведения сверчков, насчитывают несколько сотен тысяч человек. Многие иностранцы тоже очень любят этот пласт народной культуры. И начиная с 2003 года, каждый год в первую или последнюю декаду октября я преподаю своим иностранным студентам. И когда они узнают, что я рассказываю об истории сверчков в Китае, они подолгу пребывают в шоке. Сверчки привлекают людей со многих сторон. Во-первых, благодаря звуку они переносят звуки дикой природы к вам в дом. А во-вторых, их поединки. Когда сверчки дерутся, они занимают разные позы. И китайская борьба Шуайдзяо позаимствовала много приемов из боев сверчков. Сами бои, как правило, бескомпромиссные и острые по накалу. И в-третьих, потому что сверчки бесстрашно рвутся в бой и не признают поражения. Они бьются за свою семью, за свой дом до самого конца. И мне кажется, что это и есть причина, по которой китайцы так любят бои сверчков. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Признаюсь вам честно, до начала съемок этой программы я много раз слышал о боях сверчков, но никогда в них не участвовал. И зря, потому что забава оказалась безумно интересной, с глубокой историей. Если вы еще не пробовали, настоятельно рекомендую вам попробовать. Это безумно весело. Спасибо нашим якутским коллегам за вопрос. Вам, дорогие друзья, спасибо за внимание. Это были вопросы и ответы. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»